Подготовка к самарской шелестяне в полном разгаре. В швейном цеху театра оперы и балета началась премьерка сценических костюмов. Их шьют специально для премьеры трех одноактных балетов, балеро, вариаций и штраусяна. Ксения Овчинникова сыграет главную роль в двух постановках. Нарядами своих героинь очень довольна. Это, наверное, один из первых случаев, когда настолько много всего на костюме. И я говорю, что я когда увидела эскиз, я сначала подумала, боже, нет, я не смогу в этом танцевать. Но очень комфортно, очень легко. И я думаю, что со сцены это будет смотреться еще более красивее и наряднее, праздничнее. Три полномасштабных балета в каждом по 24 человека в мужском и женском крадебалетах. Плюс солисты, плюс дублеры. В настоящее время идет пошив более 170 костюмов. Работа ответственная, преимущественно ручная. Легкий газ, струсиные перья, шелк, бархат. В создании нарядов для артистов балета используются исключительно натуральные ткани. Пошив одного такого костюма в ателье обошелся бы в 200 тысяч рублей. Высокое искусство, высокая мода. Только так и не иначе, уверен художник по костюмам Иван Складчиков. В составлении образа важно учесть сразу все. Особенность фигуры, хореографию, век, в котором разворачиваются события. Когда вы смотрите хорошее кино, вы сразу видите хорошо сшитый костюм и такую псевдоподделку. И видно сразу, и видно по всем мелочам, которые в ней есть. Вот здесь мы занимаемся тем же самым. С одной стороны, мы соблюдаем четкий историзм, четкое попадание в эпоху. А с другой стороны, нам эту эпоху надо развернуть так, чтобы танцевать в них было все-таки возможно. Это всегда компромисс. Головным убором не меньше требований. Бонет, капор, каска жандарма, двоуголка генерала, дамская шляпка. Внешние украшения мало отличаются от исторических аналогов, но есть нюанс. Любой балетный головной убор должен быть легкий, и он должен хорошо крепиться на голове. То есть я специально там продумываю, в технологию сразу закладываю, как это будет держаться. Без этого никак. Актеры балета презентуют новые костюмы 21 октября. В этот день покажут премьеры всех трех спектаклей в хореографии Владимира Бурмейстера. Ими откроется фестиваль имени Аллы Шелест. В этом году в него войдут пять показов балетных спектаклей и два больших гала-концерта с участием звезд мировой балетной сцены. Все со строгим соблюдением мер санитарной безопасности. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.